Всем привет! Меня зовут Виктор, это канал Крокодила. Сегодня мы поговорим о двигателе для токарного станка. Я вот снял крышечку. Здесь у нас подключение типа звезда находится. Это легко определить. По вот этой вот пластинке, которая объединяет три пары контактов. Что относительно такого подключения можно рассказать, типа звезды. Такое подключение используется при напряжении 380 В, трёхфазном питании и, собственно, имеет достаточно низкий КПД, около 50%. Переделать нам нужно этот двигатель под двухфазное питание 220 В. Для этого нам нужно будет внести сюда некоторые коррективы, а именно переделать из подключения звезда в подключение треугольника. Собственно, это делается достаточно просто. Нужно всего лишь будет снять вот эту вот пластинку и прозвонить для начала контакты, определить, где они тут и как расположены. Контакты у нас понумерованы в порядке 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте сейчас мы их прозвоним, посмотрим, как у нас здесь катушки идут. То есть, первое, нам нужно найти катушки либо 1, 4, либо 2, 5, либо 6, 3. Начнём их в поиске. Итак, проверим, правильно ли подключено по нумерации. Первое, четвёртое. Да, правильно, то есть цифры проскакивают. Дальше, 2, 5, ищем. Вот второй у нас, вот пятый. Есть. Тоже правильно подключено. Следующий проверяем контакты. 3, 6. 3, 6. Всё верно. Остальные, как вы понимаете, здесь уже между собой никак не прозвонятся. Мы только что прозвонили с вами как раз катушке, которая здесь есть. Катушки рабочие, значит, можно приступать дальше к сборке. Для сборки типа треугольника нам нужно будет сейчас соединить пары контактов. Так как они у нас совпадают, значит, соединить просто параллельно между собой. Это 1, 6, 1, 6, 2, 4 и 3, 5. Я уже подготовил соединительные проводки. Сейчас соединю и продолжим дальше. Итак, вот я подключил нашу схему треугольник. Основа вот здесь вот выполнена. Дальше уже перейдем к дальнейшей части подключения. Дальше вот он, наш треугольник. Его нужно будет подключить к питанию. Кстати, сразу хотел напомнить, почему вот именно такое подключение выбрал. Да, это понятно сразу, что это 220 вольт. Это двухфазное питание, такое как раз у нас, как в розетке. Но ещё плюс, такой вид подключения прибавляет КПД данному двигателю. То есть при подключении звёздочкой мы имеем всего 50 КПД. При подключении треугольника КПД может вырасти до 70%. Поэтому есть смысл так вот переключить. Дальше. Следующее, что как здесь компенсировать третью фазу? Проводов-то у нас выходов осталось всё ещё три. В розетке у нас два входа. Для этого нам потребуются конденсаторы. Вот, я подготовил конденсаторы. Как рассчитать необходимую ёмкость этих конденсаторов? Необходимая ёмкость конденсаторов рассчитывается по формуле. Я её оставлю в комментариях, но сейчас произнесу. Это 4800 умножить на ампераж, делить на вольтаж. Двигатель у меня, здесь вот характеристики есть. Ампераж не указан, сколько он. Ну, написано, что он потребляет 400 Вт мощности. И 220 Вольт мы сейчас его переключили. Следовательно, чтобы посчитать, сколько он ампер потребляет, нам нужно 400 будет всего лишь поделить на 220. И там мы по нему высчитаем, что он будет потребляться у нас в ходе нашей работы, 1,81 Ампера. Дальше читаем это всё по формуле, которой я только что говорил. Как посчитать всё рабочего конденсатора, вот эту ёмкость этих конденсаторов. Она у меня вышла 39,49 Фарада. Эти конденсаторы у меня по 10 Фарад каждый. Так что примерно здесь то на то и выйдет. Что ж, давайте я сейчас подключу провода питания и расскажу, как с этим проводами питания подключаться. Эти провода питания у нас подключаются. По вот такой вот схеме. Вот она. Здесь нужно подключить первый и второй. Это у нас будет фаза нашей сети. Третий – это один из проводов от конденсаторов. Следующий провод от конденсаторов будет зависеть с направлением вращения нашего двигателя. Давайте сейчас подключу для начала кабель. Погнал. Так, вот я подключил нашу вилку. Следующая запускать нельзя, пока мы не подключим конденсатор. Конденсатор пока что подключим в одном. То есть подключим вот эти вот два ближайших и посмотрим, как будет работать. Честно, еще не включал. Включу вместе с вами первый раз. Надеюсь, воздух не включу. Давайте открутим и будем подключать дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня телефон разрядился, поэтому немножечко прервался. Итак, как оно подключается? Вот наши конденсаторы. Два провода от наших конденсаторов. Вот конденсаторы. Вот два провода. Я, собственно, меняю вот этот провод. Здесь стационарно остается. Меняя вот этот провод, можно менять полярность. Уже включать не буду. Между собой просто они перезамкнуты. Как говорил, на них указан цифровой код. С6, С4, С5, здесь С1, С2, С3. Теперь, относительно... Хотел немножечко схему показать. Флюс поел. Итак, как я сейчас буду переделывать эту дополнительную схему? Вот этот конденсатор, провод, который будет всегда зафиксирован на месте. Это вот этот вот. Здесь поставлю, чтобы можно было менять с направления переключатель. Такой вот, хоп, хоп. То есть, чтобы можно было в одном направлении включить, в другом. Поставлю дополнительного конденсатора с кнопкой. Вот кнопки у меня есть. Думаю, одну кнопку вытащу отсюда. Это будет, так как двигатель будет под нагрузкой работать, чтобы моментально раскручивал, это будет дополнительный пусковой конденсатор. Его ёмкость я ещё посмотрю, сколько брать. То есть, двигатель включил, кнопку нажал, мощность резко увеличилась, и он пошёл работать. Как он сейчас работает, покажу. Втыкаем в розетку. И он раскрутился. Вот так вот сейчас крутится. Вот так вот. Такое вот, в общем, познавательное видео получилось. Всё. У кого есть ещё какие вопросы, пишите, задавайте в комментариях. Кстати, здесь ещё выключатель отдельно поставлю, куда я его уже положу. Куда-то уже отдельно положу. В общем, всё это потом в коробочку упаковать, и получится уже вполне красивенько. Тут, ну, более покомпактно сделать это всё. То есть, вот это всё как-то вот эти вот уменьшить, более интересные поставить. Всё равно здесь вот эти конденсаторы придётся провод менять и ставить переключатель. Так что сюда ещё влезу. Потом более компактненько сделаю и уже закрою вот этой вот крышечкой. И будет, собственно, красота. Всё. Больше особо добавить нечего. Всем пока. Пишите, ставьте лайк. Как бы... В общем... В общем, всем пока. Перед вами основа токарного станка. Буду снимать поэтапно и показывать все этапы, как мы делаем. Сейчас сделана станина. Суппорт – это вещь, с которым у нас скрепятся резцы. Вот они, резцы. Как устроен этот суппорт? Те, кто смотрел, видят, что я установил уже здесь держатель для резцов. Ручка для регулировки. Поставлено направляющая, чтобы перемещалась.